Всем доброго раннего утра и приятного кофе-пития или чай-пития. Вы на канале Житейское вязание с Валентиной и с вами я, Валентина. Начало новой рабочей недели. Наш немножко, девчонки, похолодало, что радует. Вот, прошел небольшой дождик, как-то нам жару эту остудило, то уже невозможно было находиться в этой жаре. Слава Богу, понемножку температура упала, уже можно себя чувствовать получше. Навела вам резкость на свой новый горшочек, посадила я петунии. Была у нас распродажа петунии уже, как бы не сезонные. И я их посадила вот в такой вот горшок. Это горшок-кастрюля. Керамическая она стала у меня течь. Я думаю, куда мне ее приспособить? Ну и посажу сюда. Оно неплохо вписалось. Вот так смотрится. Может спросите, почему поставила на окно, а не на улицу? Сейчас расскажу. Был у меня уже горький опыт. В прошлом году посадила, у меня тоже была такая корзинка, такой кувшин. Но только что-то у них проблема тоже начинает пропускать. Я в духовке тушила. И только такая корзинка, только в розах красивой. Ну, думаю, я купила петуни, посадила. Это я вам вещаю с кухни. У нас кухня выходит сюда, на тыльную сторону дома. А спальня выходит на сторону, более проходящая во дворе. Я же их выставила. День они постояли у меня. На ночь не забирала. Ну, думаю, кому оно понадобится. Утром встаю уже нет ни горшка, ни цветов. Так что выставлять не буду. Поставила на окне. Я думаю, что здесь открыто окно. Будет нормально себя чувствовать этот цветок. Нет, буду на улицу, может, на день выносить, как будет тепло. Такие, девчонки, дела. Сейчас что у меня по плану. У меня сегодня вторник, рабочий день. Выходные прошли на ура. Отдыхали мы. Я вам вставляла видео с компанией, с друзьями, на речке. Сын доволен. Дела домашние тоже переделали. Не успела я только одно. Сделать себе маникюр. Ну, думаю, я встану сегодня пораньше. Провела мужа на работу. Он поехал в рейс. Сейчас у меня 5 часов утра. Думаю, я, пока сын спит, сделаю себе маникюр. Так что буду сейчас заниматься, девчонки, маникюром, чтобы у меня уже было все в порядке. Вот такие у меня дела, что рассказать. Вязать не вязала. Не брала даже домой, потому что знала, что мне некогда будет вязать. Но сегодня, думаю, я повяжу по планам у меня сегодня повязать. Приду с работы. На улице мокро. Думаю, не удастся мне войти в огород. У меня там, в принципе, все в порядке. Помидоры попосынкованы, подвязаны. Может быть, придется вспушить после дождя. Но не смотрела я еще гидрометцентр. Может быть, будет небольшой дождик. Так пока не буду. Осталось только взрыхлить. И все. Так что, девчонки, всем хорошего дня. Отличного настроения. Я еще с вами не прощаюсь. Пошла делать маникюр. Добро пожаловать в мой новый день. Мой новый влог. Закончила с маникюром. Такой получился пастельно-розовый. Здесь на этом пальчике у меня... Ну, где же мой фокус? Здесь у меня паутинка. И хлопья юки. Кто в теме что-то не фокусируется. Просто-просто... Такой дизайн. Сейчас вторую руку покажу на этой руке. Я сделала... Обычно. Без ничего. Обычно-обычно, девчонки. Покрыла. Мне в последнее время так нравится, чтобы немножко отличалось. Здесь у меня беспорядок мой. Что я делаю? И сделала педикюр. И хочу порекомендовать вам лаки, которыми я пользуюсь Фаберлик. Это у них линейка Скайнлайн была. Из этих очень хорошие. Это, по-моему, ванильное небо. Он нюдовый. Он красивый нюд такой. Этот цвет тоже очень красивый. Такие я... Это я показываю и те цвета, которыми я пользуюсь летом. Этот лак у меня уже, девчонки, второй год. Прошлый летний сезон я им пользовалась, а он вообще не засох. Эти все лаки у меня... Им уже год. Вот, смотрите. Ничего с ними вообще не происходит. Беру, покрываю сверху еще покрытием, но не покажу. Черная матовая бутылочка. Кто в теме там найдете. Он один, единственный у них закрепитель. Бутылочка такая у него будет. Пузатенькая. Это тоже хороший лак. Это с прошлого года. Он не засох. Мелкий шеймер здесь присутствует. Такой лавандовый цвет. И мелкий-мелкий шеймер. Тоже красивый лак. Использую для педикюра. Так, покажу вам, девчонки, что у меня получилось. Вот. Какой цвет. Это... Сейчас я вам ближе покажу. Арбуз, по-моему, он называется. Мне похоже на арбуз этот цвет. Сейчас ловите. Сейчас я сфокусирую. Он, по-моему, есть. По-моему, они есть такие. Не убрали еще. Можно присмотреться. 74-24. Вот. Такой красивый, девчонки. Очень красивый. Цвет немножко отличается, но... Мне нравится. Красный, непостойный. Под любую обувь подходит. Такой... Красивучий цвет. Вот. Заделала себе... И педикюр, и маникюр. И все. Я готова бежать на работу. Так, девчонки, на этом пока отключаемся. Не знаю, на работе удастся включиться или нет. Но приеду домой, постараюсь показать вам вязание. Чтобы было вязание какое-то. Итак, вперед. Новый день. Вот, девчонки, то средство. Закрепитель, по-моему, называется он или как Фаберлик. Он один там такой. Где-то у меня фокус. Код сейчас скажу вам. Дофокусируйся же. 71-81. Очень хороший. Тоже у меня второй год. Надолго хватает. Фиксирует хорошо. Лак без сколов. Не выгорает, не тускнеет, долго блестит. Присмотритесь. И немного о вязании в наше последнее время невязальное видео. Кто со мной давно помнит, я начинала вязать из Ярнард Флаверси Вит себе платье. Платье я уже связала. Видео выпущено на канале. Оставлю вам подсказочку. На видео об этом платье. Кто не знает, ищите. Платье из Ярнард. Простое платье спицами. Ну, подсказочка, девчонки, будет. И вот я начинала вязать из середины матка. Из середины матка начинался такой кирпичный цвет. Я уже вывязала кокетку до рукавов. И поняла, что этот цвет мне не к лицу. И отставила эту затею. Оставила эту, скажем так, заготовку, полуфабрикат изделия. И стала вязать изнаружи. Тут шел такой красивый оранжево-розовый цвет. Из него я связала платье. Ну, у меня осталось... У меня было два матка. И вот что осталось у меня из двух матков. Я извязала розовый цвет. Розово-оранжевый в начале платье. И потом добавляла цвета. Такие переходы меланжевые. Оранжевый цвет. Кирпичный такой. Я оставила внутри. Думаю, пусть будет второе изделие. Думала распустить. Но потом... Мне стало жалко своей работы. Думаю, свяжу какую-нибудь футболочку. Кому-нибудь пригодится мне. Есть кому носить. Думаю, свяжу. И вот сегодня вечер. Прошел дождь наконец-то. У нас немножко похолодало. С утра я включилась, вам рассказывала, что похолодало. Потом прошел дождик. И у меня в огород не влезу. Вышло время немножко на вязание. Но с работы я вязание не взяла. Думаю, что мне повязать? Не довязываю. У меня нет, слава богу. И я вспомнила, что у меня есть это изделие. И нужно мне извязать эти клубочки. Достала клубочки моточки. Вяжу из середины. Буду извязывать, что получится. То и будут вот такие девчонки дела. Так что вязание попробую сегодня вязать. Вот, думаю, сразу вместе сниму вам видео. Расскажу. Не хватает у меня кусочка о своем вязании. Вот такое вязание вяжу на данном этапе. Это кофточку, футболочку и свою кофту. То, что я вам показывала в прошлых видео. Но что-то у меня с вязанием сделаю ошибку. Пять рядов свяжу, четыре ряда распущу. Вечно что-то у меня непруха отвлекается. Так что такие дела, такое вязание. Показываю вам, что на данном этапе. Вяжу на спицах номер три. Книт прозинг. Так как спицы-адики у меня на том процессе. Из этого вяжу. Этот вяжу на тройке. Пряжа мне очень понравилась, девчонки. Рекомендую. Сейчас я вам найду этикеточку. Может кому-нибудь будет интересно. Вот такая этикетка. Ярнарт Флавер Свивит. Ну, говорю, что со мной, тот с найти. Я так поняла, она точно такой же, как Флаверс. 55% хлопок, 45% полиакрил. В 250 граммах, 1000 метров. Пряжа хорошая. У меня не косит. Но я вязала платье, именно про платье. Хочу сказать, что полотно не косит. Я вязала не изнутри клубка, а с наружной стороны клубка получается. И я отпаривала. Каждые 10-15 сантиметров я отпаривала. Может потому, оно у меня и не косит. Вот такие, девчонки, дела вязальные. У меня вечер уже сейчас. Немножко повяжу и буду готовиться ко сну. Всем спасибо большое, что заходите в гости на мой канал. Пишите комментарии, ставите пальчики вверх. Проходите в гости, оставайтесь вместе со мной. На канале будет много интересного. Вы только немножко подождите. Будет вязание. Хочу сказать спасибо вам, что те девчонки, что подписались на вязание, еще не отписались. Еще со мной. Но я думаю, все мы понимаем. Все мы нормальные женщины. Все заняты домашними делами, садово-огородними. Или еще лето консервация. И т.д. и т.п. и тому подобное, девчонки. Так что все у нас будет. Будем вязать. Придет сезон. Будем вязать. А на этом прощаюсь с вами. Всех крепко обнимаю. Целую в обещачке. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Спасибо большое, что вы со мной. Вы у меня самые лучшие. До скорых и новых встреч, мои дорогие всем. Пока-пока.